Они не знают, что такое страх, и они не привыкли сдаваться. Испранные продолжают борьбу за главный приз. Кто из них достоин финала? Решит игра. Решит игра. Амбиции и умение рисковать. Упорство и желание побеждать. Привели их в полуфинал. Борьба продолжается. Мы увидим поединок российских команд, которые показали, с ними связываться опасно. Они не просят ни малейшей ошибки друг другу. И слабость соперника сделают своим преимуществом. Это честная игра, и в ней не будет равных моим ребятам. Встречайте, команда волшебники! Если я идет цель, у меня больше нет никаких преград. Буду к этому идти сквозь огонь и воду. Хочу доказать себе, что я способен быть спасателем. Мне было обидно из-за того, что он упал. Я думаю, будет у нас борьба. Не сомневался, что я все пройду. Пришел и забрал это в главных места. Была вот эта лишняя эмоция, но переборол страх. Я не растирался. Моя любимая команда, один за всех и все за одного. Моя заветная мечта – поступить в ряды сотрудников МЧС России. Если вижу цель, я не вижу преград и всегда достигаю своей цели. Было в первую минуту, конечно, страшно. Я не рассчитывала, что у меня так сильно будут болеть руки. Я не могла поверить, что я добралась и я смогла это сделать. Мне доказалось, что девочки тоже могут в этом спорте достигнуть много чего. Мне кажется, что мой папа больше сильно надо гордиться. Я занимаюсь разными единоборствами. Профессионально занимаюсь самбо. Я буду показывать действительно мастерство. Все, чему меня научили, чему я научился. Нужно иметь логкие руки достаточно, чтобы это все пройти. Скорость мышления, чтобы продумать твои следующие действия. Девочкам проигрывать все-таки не хочется. Видел соперницу, которая догоняет меня. Я начал затопить прям вверх. Увидел кристаллы, я тогда уже обо всем забыл. Тогда я уже полетел к нему. Я шел до максимума, чтобы привести нашу команду ближе к победе. Я вижу действительно настоящую команду, которая не подведет. Каждый спортсмен хочет победить. Показать, на что они способны. Свои лучшие стороны. Чтобы в них что-то новое открылось. И они себя раз и узнали совершенно с другой стороны. Полная эйфория. У меня просто нет слов. Я благодарна нашим ребятам, нашей сплоченности. Ну что? Волшебство свершилось! Будем сражаться сегодня вместе снова. Вижу, что на победу вы настроены. Да. Сколько кристаллов заработаем сегодня? Все заберем. Где? Самое главное, вот тот кристалл забрать. Естественно. Кто мы? Волшебники! Они готовы показать всю свою мощь. Встречайте беспощадных драконов! Для меня победа в шоу героя означает то, что я не дам слабину, нигде не наступлюсь. Испытаю себя, свои возможности и стану настоящим героем. Для меня это было очень... Я будто летел. Даже не знал, о чем думать. О дистанции, о сопернике, о том, где он, где я. Не обращаю внимания, бегу дальше, смотрю я, потому что я понимаю, что это будет борьба серьезная. Тогда я понял, я победил. У меня были неописуемые чувства. Я могу не только плавать, но также быстро бегать, прыгать. Я считаю, что это мой плюс. Моя дополнительная сила. Шарл Кунс меня привлекает своим безграничным умом. Всегда сконцентрированный. Я бы хотела иметь такие качества у себя. Стала, расстроилась. Очень хотелось дойти до конца. Но, к сожалению, не получилось. Очень неприятно, обидно. Но не сдаюсь. Возрослением – это правильно принимать решения за себя. Отвечать за свои поступки. С самого начала, когда повис исключительно на руках, подумаю, ну все, я думаю. Сорвался. Самое главное – сохранять хладнокровие, как-то проще относиться. Быть спокойным и уверенным в себе. Ощущения незабываемые, конечно, такая победа важная. Напряженный был момент, потому что шли вровень. Больше сложно морально, конечно, чем физически. Но я справился. Будем прорываться дальше. Мы не знали, что будет, да. То есть надо было готовиться ко всему. Та вставка, которую я делал, она в целом сработала. Это очень круто, что они справились и до конца, и принесли нам победу. И, конечно же, они все мои герои. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, бойцы! Опа! Привет! О, обнимашки! Тоже обнимашки будут? От команды соперников. Здравствуйте! Конечно, здоровайтесь! А я все видел. Как это, друзья, друг с другом сегодня будут волосы? Такая милая борьба у нас сегодня будет. Что это вообще такое? Как будто уже финал. И мы радуемся победить. Классно. Очень круто. Сегодня будет особенно горячо. Вы уже победители, но пока еще не герои. Второй уровень игры стал намного сложнее, намного опаснее. И только одна команда сможет попробовать свои силы в следующем уровне игры. Вас ждет четыре испытания в четырех стихиях. Это вода, воздух, земля, огонь. И решающее испытание. Башня. Тот, кто первым покорит вершину и заберет главный кристалл, окажется на следующем уровне игры в финале. В первом испытании берегите стихии воды. Она разозлилась не на шутку. Надвигается шторм. Вас ждет битва в эпицентре бури. Не доверяйте воде. Потеряв бдительность, окажетесь на дне. Первое испытание. Стихия воды. В этом испытании соперникам необходимо преодолеть закрепленные на ремнях платформы, удержаться на раскачивающихся весах и перелетев на канате в водную завесу, допрыгнуть до сетки. Спуститься по ней к платформам, не запутаться в веревках паутины и подняться по ним наверх. Далее скоростной спуск на троллее с приземлением на остров. Разбег и финальный прыжок на рампу. Кто первым возьмет кристалл и принесет своей команде победу? Да! Красавцы! Это испытание дастся именно этим ребятам не очень легко. Во-первых, они друзья, а во-вторых, кому-то же нужно принести победный кристалл. Опа! От моей команды драконы спироп. Витя, твой выход. Да и Витя. Будет покорять стихию воды. Гудвин из команды волшебники сейчас на старте. Гудвин, красавчик! Они это умеют. Все, разорвали зал. Вперед! Испытание стало максимально опасным. Один неверный шаг, неловкое движение и все! Игра окончена. У всех игроков есть страховое поле спортпрофи от нашего генерального партнера компании Белгострах. Это гарантированная страховая защита от травм и несчастных случаях. Виктор прекрасно зарекомендовал себя в воздухе. Показал, что не боится башни. Теперь пришло время доказать, что он воды тоже не боится. И руки его опять не подведут. Кто готовился, тот и покажет результат. Оба спортсмена достаточно высокой квалификации, спортивной. Я желаю ребятам, конечно, удачи, но думаю, здесь победит тот, у кого не сдадут нервы раньше времени. И вот битва началась! Привиком по платформам! Молодец! Они просто пронеслись! И, конечно же, сейчас перешли к весам. Перепрыгивай, перепрыгивай! Что-то как-то не получается! Ух ты, пошел по голову! Ну, видишь, новая техника! Давай, пошел! Так, парни, давайте! Давай, 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 Демидушка! Не спеши, не спеши! Он уже на канате! Ноги, ноги на сеточку! А сейчас сетка-то знаешь, какая сложная? Сейчас... Сейчас попробуй только не зацепить воду! О, тоже неплохо! Все, теперь оба участника на сетке! Спокойно, спокойно, спокойно! Нельзя касаться воды! Нет, нет, нет! Стоять, держись! Он не коснулся! Нет, ой-ой-ой, он прям с жилетом! Фух, что-то его... Молодец! Ай-яй-яй! Смотри, смотри, смотри! Только не упади, не упади, не упади! Будем наблюдать за ситуацией, испытание продолжается! Согласись, было очень страшно! Ну, собрался, собрался настоящий дракон! Выпутывайся, выпутывайся! Тихонечко, тихонечко! Как бы там ни было, испытание все-таки усложнилось! Сегодня победить сильнейший! Давайте, парни! Вы даете классный старт своим командам! Давай, давай, давай! Так, спокойненько! Грушу взял! Давайте, вперед, вперед, вперед! Давай, чемпион России по самовам! Это будет достойно! Слушай, твой уже на троллеях! Какие качели получились на троллеях! Не спеши, тебе сказали, не спеши! Так, ну сейчас самое главное, приземнись! Тихо, 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 тихо! Как он приземился сразу! Ого! Это техника! Отлично! Красава! Прямо машина! Ой-ой-ой, смотри, он прорывается вперед! Давай, давай, давай! Давай, давай! Давай, паузу! Как он ударился спиной! Как же ударился, кошмар! Ты тоже, посмотри на это! Ой-ой-ой! Он уже на рапах пытается заскочить! Они вдвоем пытаются, посмотри! Все, остановитесь уже оба! Спокойно! Оба пытаются зацепиться, но спиро, видимо... Нет, после такого удара продолжим прохождение испытаний! Давай, давай, давай! Давай, 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 давай! Что творят?! Ну? О! 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 У нас вот такого еще точно не было! Да! О! Посмотри, держат кристалл вдвоем! Обе команды, на самом деле, дружат друг с другом, из-за этого борьба еще как бы сильнее, еще жарче становится! Ух! Вот это шоу! Да? Вы же не торопили! Гудвин молодец! О! Победный танец фирменный! О! И начинается! Я скучала по этому фристайлу! О! Станцевал! АПЛОДИСМЕНТЫ О! Красава! Наконец-то стал слушаться! Груша вообще бомба! Реально! Да я тебе что-то говорил! Витя, ну ты хорош был! Молодец! Молодец! Могренький, правда, но ничего. Мы с тобой объявимся! Да, Витя! Давай, давай! отлично забрались вообще почти ровненько чуть-чуть и поспешил надо было прям остановиться сконцентрироваться и сделать это с первого раза он тебе дал шанс да то есть он тоже ошибся с первой попытки не залез но все давайте настроились и раз два три 4 5 выглядит это намного проще чем действительно это проходить мы шли практически вровень но я не рассчитал насколько опустится сетка насколько она растянется сыграл мне не на руку и из-за этого я в принципе немножко окунулся вода конечно прохладно но это не главное самое главное что я радуюсь победе своего товарища ровно так же как радовался бы своей для меня нет разделения между им и мной соперничество все-таки какое-то все равно так и так есть как он мог вперед выйти так и я не одинаково шли на рукоходе я там схватился получается вот так вот не с боковой стороны снаружи вес что я могу сорваться потому что-то во мне стало еще сильнее есть сильнее хват и я все-таки удержался и пошел дальше появился адреналин с помощью которого я это все и прошел небольшой стресс я не успел переварить то что я овощи прошел мы с ним действительно сделали красивое шоу вода проверила соперников на выносливость и на прочность дружбы первый в игре кристалл достается волшебником волшебники гудвин молодцы красавцы супер вот прямо сейчас на давайте раскроем всем телезрителям наш секрет что нам помогает одерживать победу нам немножечко сегодня не хватило размаха крыльев на первом испытании но во втором то ваша стихия драконы давайте наша игра любит отважных и дерзких вы прошли первое испытание и с каждым новым титул героев все ближе а вместе с ним и заветная награда создатели президентского спортивного клуба команда победителей получит грант на развитие спорта в своей стране все в ваших силах вы можете подарить шанс другим стать героями благодаря мощным планшетом с большим объемом памяти вы прокачаете свои знания и конечно же в виртуальном мире можете стать очень популярными супер мощные гаджеты достанутся всем победителям сейчас вас ждет испытание от которого захватывает дух битва со стихией воздуха это будет экстремальный маршрут кроме силы духа опереться вам будет не на что абсолютно посмотрим кто из вас удержится на высоте юста мы готовы к битве что возьмет верх страх или решительность активируя испытания стихия воздуха в этом испытании у игрока есть 40 секунд перелететь через 8 небесных ступеней удержаться на якорях над бездной и сорвать бонусный кристалл до того как он сгорит аккуратно ступайте по зыбким воздушным шайбам только предали в страх и заберете главный кристалл сапфира вызвалась сама все потому что у нее и сумасшедшая мечта она бы очень хотела познать весь космос ну что ж это будет классным стартом я думаю сапфиры давай не подведи команду и забери два кристалла у тебя все получится главное чтобы был классный старт всех наших участников поддерживает генеральный партнер проекта белго страх каждый из них застрахован по специальной программе спорт профи в невесомости такая поддержка просто необходима пришло время для марго доказать что она сильная и целеустремленная она спортсменка для нее самое главное начать поверить своим ногам и рукам и доказать что она достойна быть в команде и показывать высокие результаты и стремится к победе мы верим в нее и ждем ее на финише и Ну что ж, давай, делай первый шаг, смелее, не бойся, давай, не спеши, аккуратненько, молодец. Не тянет время, а хочет понять, как же пройти побыстрее, ой, осторожнее, осторожнее. Сложно стало проходить это испытание, провидели лестницу. Но расстояние между ними просто колоссальное, я не представляю, как так можно его легко пройти, вот, например, в предыдущем испытании там просто пролетали, мне кажется, ее в сравнении с тем, что мы видим сейчас. Не-не, все нормально, все нормально. Здесь самое главное дойти до конца, правильно делаешь, Сафира, отдышись, отдышись и иди смело дальше, давай. Для девушек всегда сложно проходить рукоходы. Я вот, если честно, не помню, чтобы успешно кто-то из девушек наших проходил этот отрезок. Может быть, ты вспомнишь? Честно говоря, по-моему, были, были ситуации, когда и проходили девушки этот отрезок успешно. Все-таки у парней руки-то сильнее. Девушкам под силу все. Тем более Сафира из команды драконы, а драконам эта стихия как раз-таки под силу. Проходят рукоходы. Вот это да. Отлично. Молодец, Сафира, давай, соберись, все получится. Давай, 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 давай. У Сафиры есть какая-то уникальная способность всегда приходить на помощь, и она понимает, что помощь ее команде в данный момент времени нужна больше всего, поэтому добраться до финиша любой ценой, мне кажется, была именно такая установка у тренера и у всей команды, поэтому Сафира я думаю, трех не подвела. Как забились руки сейчас. Давай, давай, давай. Как она устала, но дошла до конца. Ай, молодец! Все, молодец, вы, брох. Красавица. Молодец! Прекрасная девочка, у которой есть и сила воли, и куча-куча навыков, способностей, сил внутри, и снаружи. Молодец! Супер! Мамочки, как же она устала. Руки, наверное, забились сто процентов. Она сама себе не верит. Она так сильно летела к этому кристаллу, теперь обнимается с ним. Поздравляю вашу команду к кристаллу. Спасибо, спасибо, я так рада. Вот она! Ты вообще такая красотка. Все, молодец, с почином. Сделала задел, чтобы ребята наши потом продолжали. Ну, как это было? Еще что-то несложно. Я больше переживала. Ну, я тоже подумала, что больше переживала. Да, ну, ты молодец, настроилась, стояла. Спасибо. Не, спокойненько, стояла так, не волновалась. Очень прикольно поднималась. Это штука мне поднималась. Ну, ты красотка вообще. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять. Ууу! Очень приятно, я очень рада. Изначально рассчитывала идти до последнего, но я очень переживала, очень многие не доходили до конца. На рукоход прыгать, немножко так. Мало ли я бы прыгнула в пустоту, было бы неприятно. Я просто представила, что я уже долетела, выдохнула, прыгнула. Торопиться было опасно, мало ли я бы там поскочила. Главная цель была хотя бы забрать последний кристалл и дойти спокойно до конца. Команду из Санкт-Петербурга волшебники представляет Мерлин. У него уже есть опыт успешного прохождения испытания воды. В прошлой игре удалось ему принести один кристалл, копилку нашей команды. На этот раз Мерлин захотел полетать. И я, как проводник его команды, взлет разрешаю. Ну, это мой самый любимый этап по сложности. Спортсмен, если его проходит, я считаю, что рождается новый герой. Здесь проверяется не просто там сила, да, или выносливость, а именно характер спортсмена. Поэтому, Костя, мы желаем тебе удачи. Пройди, собери все кристаллы, и ты станешь настоящим героем. Субтитры сделал DimaTorzok Знаю, есть у него цель забрать два кристалла, бонусный и основной. Но для того, чтобы добраться до бонусного, сначала нужно пройти воздушную лестницу и спеть это делать за 40 секунд. Но тут... Надо в три точки. Тихо, тихо, Костик, Костик, тихо, 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 Костик. Мерлин, что ты творишь-то такое? Пожалуйста, аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Не торопись, не торопись. Заминка произошла, запутался. Рука, рука, нога. Слушай, ну, честно говоря, сейчас, во-первых, этот участок, он усложнился. Расстояние между ступенями еще больше. Поэтому здесь уже бонусный кристалл не столь важен. Ну что, успеет, не успеет? Нет, не успеет. Не успеет, не успеет. Хорошо. Ну, главное, чтобы он дошел до финиша и забрал основной кристалл этого испытания. Ну, слушай, Мерлин, мне кажется, ты покоришь сегодня стихию воздуха 100%. Хорошо, родной. Стоп, стоп, ну куда ты гонишь-то? Вообще, когда у него спросили, а в чем твоя уникальность, Мерлин, он сказал в спокойствии. Мне кажется, уже и телезрители, и мы с тобой успели заметить, что он на каждом этапе испытания всегда спокоен, полнокровен, сосредоточен. Но сейчас он таким не был. В этом его преимущество. Правда. На воздушной лестнице я вообще не понимаю, как можно быть спокойным. А вот на финише давай. Буквально один шажочек. Кое-что его тревожит, мягко скажу. Да-да-да. Теперь уже ничего. Поздравляю вашу команду. Достойно было, потому что все-таки воздушную лестницу пройти. Дорогого стоит. Да. Ну что, один-один. Очень приятно, очень приятно. Достойный соперник. Наконец-то. Морально мы так сильно вкладываемся в каждого участника, что как будто бы мы проходим эту полосу препятствий. Сомнений не было, что мы проходим. Да-да. Поздравляем, поздравляем Мерлина. Ну что же, Мерлин, встретимся с тобой сейчас на арене. И лично поздравлю тебя с еще одним кристаллом. Браво. Кто мы? Волшебники! Конечно, немножко обидно, что не сумел первую дополнительную кристалл взять. Вначале как-то я немножко растерялся. Ну а дальше собрался и пошел. Поставил цель дойти до конца, ты до нее дошел. И когда ты дошел, ты получаешь облегчение. Не опускаем руки, идем дальше. Для полета не всегда нужна магия. Стремление победить окрыляет не меньше. Драконы и волшебники смогли завоевать по одному кристаллу. Я вас поздравляю. Первый кристалл в сегодняшней игре. Молодцы, молодцы. Настоящие драконы. Но у вас, конечно, достойные соперники, я вам скажу, эти волшебники. Вообще-то волшебники и драконы все из одной сказки. Ничего себе, серьезно? Да, конечно. Смотрите, наши намерения. Вы куда? Алло. А, у вас есть... Ой, кто к нам идет? Кто к нам идет? Вы посмотрите. Слушай, у нас, походу, одна большая команда. Ты меня слышишь, Хелин? Я тебя вижу, главное. Это главное. Почему они нас с тобой не взяли в эту компанию? Возьмите нас в этот кружок, давайте. И... Погнали. Справа. Справа. Оп. 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 Еще. Оп. Оп. Ну, кроме магии, нам еще кое-что помогает. А ну-ка. Оп, 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 оп. Видите, видите, видите? Вот так вот, понятно? Заряженные все сегодня. Виртуальный мир затягивает. В нем можно быть кем угодно. Бесстрашным викингом, хитрым магом или изобретательным механиком. Для любителей экспериментов БелАЗ моделировал онлайн-мастерскую, в которой создают мощные грузовики. Вы можете узнать, как из тысячи деталек рождается настоящий герой бездорожья. И даже поучаствовать в процессе сборки. БелАЗ всегда готов удивлять. Команды, вы действительно показываете очень хороший результат. Еще бы, в экстремальной ситуации просыпается суперсила. Она поможет вам в следующем испытании. Стихии земли. Как насчет квеста в мрачном подземелье? Километры запутанных лабиринтов, давящее пространство и послания в бутылках. Время не любит, когда его тратят в пустую. Действуйте быстро. Загружаю следующее испытание. Избранное против стихии земли. На поиске кристаллов вы отправляетесь в подземный мир. Игрок должен за три с половиной минуты дойти до главного кристалла и забрать его. Для этого нужно попасть в аэродинамический коридор, провести по трубопроводу ключ и открыть им вентшахту. Пробраться через нее, именовав топкие пески, оказаться у хранилища. Чтобы открыть в него дверь, не пропустите по дороге подсказки с числами. Их сумма – код от замка. Нужно обойти лазерные ловушки. Больше трех раз в них не попадайтесь. Взяв главный кристалл, бегите изо всех сил. Выбраться нужно за полторы минуты. Желаю удачи. Аракс от команды дракона уже на старте испытания стихии земли. В командном пункте Сапфиро и Спиро будут направлять его по запутанным дорогам. Найдите все подсказки. Удачи! Денису шанс показать себя, насколько он быстр, насколько он командно слажен. И доказать, что мы можем преодолеть этот этап и заработать такие важные для нас кристаллы, которые помогут потом и мужа на финише оказаться выше хоть на одну, хоть на две ступеньки, чем наши друзья из другой команды. Жирные точки, круглые. Это у нас подсказки. Ты видишь вид сверху, где они находятся, а на этой карте ты видишь, где они по высоте находятся. Там, то это голова, уровень пояса, на уровне пола. Сложно, возможно, будет в воздуховоде, да, то есть понять, на каком уровне он находится. Внутри воздуховода или когда он с прагником будет под ним и с песком повнимательнее. Когда он зайдет в комнату, по времени смотрим, либо он идет к основному кристаллу. Если время, как мы сказали, меньше, чем 2.10, ты ему говоришь, бонусный кристалл, правая сторона, середина. Соберитесь к команды четко, громко, постараться посчитать быстро, чтобы не было ошибок и все. Все, давайте. Все, удачи. Денис, слышишь меня? Да, слышу. Значит так, смотри, у нас в комнате, где вентиляторы стоят, пропеллеры, она разделена на сегменты. Четыре широких сегмента. Там опоры, ребра жесткости вот эти, конструкционные. Да, где по стенкам идут трубы? Я тебе буду командовать там первый сегмент, второй сегмент, третий, четвертый. Понял? Все, понял. Смотри, внутреннюю часть, где лазеры, тоже разбивай на три сегмента, которые были у нас в начале вентиляторов. Понял. Ну все, в принципе, я тебе буду командовать. Ну все, в принципе, я тебе буду командовать. Конец третьего сегмента по правую руку. Конец третьего сегмента по правую руку. Отлично. Третьего сегмента по правую руку. Где? Примерно. Так, он, получается, в области... Я в третьем сегменте. Вот, я понял. Так, он, получается, в третьем сегменте в области... Подожди, она не совпадает. Где, где, где? По-моему, в области ног, но... По-моему. Да. Подожди. Я не вижу. Сбоку так. Нашел, 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 нашел. Подожди, готови. Девять, шесть, семь. Девять, шесть, семь. Да. Дальше. В вентиляционной шахте. Он будет в конце вентиляционной шахты. Сразу не спрыгивай, он там будет в самом конце, понял? Один, два, три. Один, два, три. Да. Писькин, ровно по центру. Ровно по центру? Ровно по центру в области ног, да. С ног. В какой части, где? Ровно посередине. Ровно посередине. По правой руке. Нашел. Девять, восемь, семь. Два, ноль. Семь. Семь. Быстрее сразу. Сразу за кристаллом. Аккуратно, сразу за кристаллом. У тебя осталась минута. Ниже. Сосредоточься. Какой по счету? Второй. Второй? Давай, давай. Быстрее, быстрее. 30 секунд. Ты где? Его не видно. Ничего. Его даже не видно было. Все хорошо. Все хорошо. Все нормально. Все хорошо шел. Все быстро находил. Я действительно в конце не видел. Я смотрю, на моем уровне есть, над головой смотрю, нету нигде. Посмотрим, как пройдут наши соперники. Ну, 100 опять, 25. Ну, ладно, что, нормально. Все очень. В тот раз так же. Ну, надо было просто чуть аккуратнее быть. Я старался. Я прям, как Джеймс Бонд. Только похоже чуть-чуть. Ладно, давайте. Давайте. Два, три, четыре, пять. Ууу! Ну, нелегко это было. Тебя ползти. Время идет, и нужно и быстрее, и не попасться. Первый раз красный, второй раз красный. Я уже переживать начал. Посмотрел над собой, и лазеров не увидел. Думал, что спокойно смогу подняться. Я не понял даже, где я на лазере наткнулся. Обидно было то, что почти перед кристаллом уже вот он у меня. Да, отыграем все обязательно. Верим лучше и надеемся на себя. Команда «Волшебники» решила отправить в подземелье Юну. Сопровождать ее будут Гудвин и Мерлин, а не в командном пункте. Сколько кристаллов появится в копилке команды, узнаем буквально через пару минут. Так, я пока ничего не понимаю. Смотри. А вот это ветреная, по-моему, да? Вот там труба поднимается. Вот это? Это сверху. Вот это справа. Вот это слева. Это сбоку справа. Где вот справа? Вот где такой маленький выступ. Да, я вижу. Вот там начинает она. Это один из сложнейших этапов на координацию и сообразительность. Здесь самое главное – ваша слаженность в команде. Будьте очень внимательны. Потому что от этого зависит, как Карина будет проходить этот этап. Все внимание, да, на экран. Четкие даете инструкции, куда она идет, где она поворачивает, где она ищет подсказку. Здесь наша задача – взять хотя бы один кристалл. Хорошо. Все, я вам желаю удачи. Все сделаем. Давайте. Карина, прием. Да. Кассет будет говорить по поводу времени. Я буду говорить, как ты будешь смотреть, с какой стороны, где что находится. Труба, где дует ветер, я буду говорить ветродуйка. Там я буду говорить середина, конец, сначала вот так. Потом ты спускаешься в люк, в короб, назовем коробом. Ага. Если нижний короб, то это внизу. Это вот там, где железяки. Да, да, да. Когда ты вылезаешь, там вот это вот поле, чтобы тебя ориентировалось. Ага. И числа. Будешь называть мне числа, я буду тебе повторять их. Да, окей. Давай, мы верим. Давай, удачи. Удачи. Все, хорошо. Одна будет в начале почти самой ветродуйки. Бери и параллельно с ключом идей. В начале примерно. Вот тут примерно, где ты сейчас. Посмотри сверху. Нашла. Нашла. Три, один, четыре. Триста, четырнадцать. Время 2.40. Все, пока спокойно иди. Три, один, четыре. Три, один, четыре. Все, спускайся. Либо будет в коробе внизу, либо под вентиляцией, либо вентиляцией. Точно не решетка, это вентиляция, либо под вентиляцией. Ползи и поднимайся. Нету, нету, нету там, поднимайся. Поднимайся. Нет, наверх, 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 Карин. Две минуты. Спокойно. Нога застряла. Спокойно, спокойно, поднимайся. Раз, ножку, два, ножку. Все, ползи, посмотри на всякий случай вокруг. Крючок, крючок, крючок. Все, аккуратно спрыгивай. Руками страхуйся. Смотри под вентиляцией. Полторы минуты. Сверху посмотри, сверху. Нету. Вообще нету там. Вообще, ты уверен, что она где-то здесь? Да, она должна быть там где-то. Посмотри, там какие-то черные балки должны быть сверху. Сверху. Ну. Там, посмотри, вокруг нет. Тоже нету. Серьезно. Минута. 6, 8, 9. 6, 8, 9. 314, 6, 8, 9. И следующее, прям возле двери, должно быть. 3, 4, 8. 6, 8, 9. 5, 6, 9. Так, 314 плюс 600. 5, 6, 9. Это 11, 0, 2 и плюс 500. 500. Ты запомнил число, которое я сейчас сказал? Тысяча. Тысяча. А, 1100. Время вышло. Время вышло. Все нормально. Кастет, ну, тут почему ты цифры не запомнил? 3, 1, 4, и пока второе число попало. Карин, наш косяк. Нормально. Ты все хорошо сделал, наш косяк. Нормально. Мы не расстраиваемся. Все хорошо. Все отлично у нас. Все нормально. Ну, тут вся. Все нормально. Все нормально. Кто мы? Волшебники! Все будет нормально. Где первая была? Первая, она прям вообще на трубу вот так вот туда. Ну что, накосячили? Что, три цифры сложить не могли? Ну что смешного-то? Ничего смешного нету. Все же договорились, как складываем. Все хорошо. Она бы спокойно взяла бы этот кристалл и вышла. А по времени вообще идеально. Понимаешь, а вы три цифры сложить не могли. Все вам хи-хи-ха-ха. Вот до чего это доводит. Молодцы, поздравляю. На следующем этапе сосредоточьтесь, пожалуйста, потому что там тоже идет у вас собранность и командное состязание. Пожалуйста, повнимательнее. Наверное, все растерялись, когда я не смогла найти подсказку. Там уже как-то и я запаниковала. Да и за временем особо тоже не уследили все мы. Из-за того, что все были не готовы, мы потеряли кристалли. Ну, обиды, конечно, но все-таки надо закрыть глаза и идти дальше. Мы же отыграем все, потолки. Тайны подземелья остались неразгаданными. В этом испытании и драконы, и волшебники не добыли кристаллов. Волшебники! Волшебники! Нет! Математики! Ну, почему ваша магия не позволила вам сложить три числа? Да что-то как-то, не знаю. Потому что есть главное правило. Магия не распространяется на математику. Хорошо, что в следующем испытании ничего не нужно складывать. Ребята, нужно размяться. Шестью семь! Сорок два! Вот это магия. Я смотрю, драконы у нас сегодня с лазерами вообще что-то не в ладах, да? Настоящих драконов огонь не тронет. Можете рассчитывать на нас в следующем испытании? Серьезно? Какое заявление, дракония! Ну, давайте! Воспламените тут все! Ребята, нужно собраться. Взбодритесь, ведь игра становится только острее. Движение вперед к победе возможно, когда за твоей спиной настоящие друзья и надежные партнеры. Самая крупная торговая сеть в Беларуси, Европа, поддерживает наших участников и искренне желает им победы. Партнер программы Европа. Надежность, выгода и успех. Впереди следующее испытание. Стихии огня. Из всех сверхъестественных соперников она самая вспыльчивая. Вам нужно любым способом заслужить ее покровительство. Даже самым опасным. Дракон, это же наша стихия. Покажите класс, хорошо? Да! Юсто, мы готовы. Вы проиграете, думая только о себе. Победят те, кто станет одним целым с командой. Испытание стихия огня. Первые игроки огненной эстафеты, проходя через сад камней, передают вторым игрокам молот и, занырнув в стеклянный ку, достают из него ветер. Вторые игроки, прорубив молотом стену, должны раскопать вход в мышеловку, протянуть через нее пожарный рукав и наполнить водой мишень, чтобы третьи игроки могли достать из колбы кристалл, после чего подняться на мачту и закрепить его на вершине. Кто первым спустится вниз и заберет с тотема главный кристалл, принесет команде победу. Ну что ж, стартует от команды Драконы Аракс! И Гудвин от команды Волшебники. Устроят нам парни сейчас огненное шоу на самом старте, я уверен. Ты посмотри, как они разминаются. Тут уже сплошное шоу, даже без огня хватает. Лунная походка, ты посмотри. Причем синхронная. Мы продолжаем на втором участке от команды Драконы спироу. И Мерлин из команды Волшебники. Тоже, ребята, в хорошем настроении. Еще не представляют, что им сегодня нужно будет сделать. Хотят не только в Кубе сегодня искупаться, но и в овациях. И завершать эстафету будет Юна от команды Волшебники. От команды Драконы Сапфира. Две прекрасные девушки. И, кстати, Юна, несмотря на травму, полученную в предыдущей игре, продолжает участие в шоу. Сапфира мне признала, что она очень переживает за Юну. Они очень близкие подруги. Но я не знаю, насколько это хорошо. Именно на финальном участке в тяжелый момент они не помогут друг другу. Как говорится, от любви до ненависти одна мачта. Две мачты. Ну, две мачты и два кристалла. Я бы еще так сказала. Ну или просто победа в шоу-героях. Сегодня решили провести небольшую ротацию для того, чтобы переменить ситуацию на этой полосе. Первым побежит Денис. На втором этапе у нас наш надежный Виктор. От этого участника очень многое зависит. Ну и на заключительном этапе Марго у нас сильная. Мы с ней технику постарались разучить подъемом. Надеюсь, что ей это поможет. Будем верить в команду. Это самый интересный вид состязаний. Ребята, я вам желаю, чтобы вы действовали как один слаженный механизм и отыграли предыдущий проигрыш. Соберите все кристаллы. Карина, я надеюсь, что ты помнишь все мои рекомендации и учтешь, когда будешь взбираться по бревну. Это очень важный момент. Следи за коленом. Ребята уже устроили огненное шоу в начале, на самом старте. Ты посмотри, как бегут, как пытаются помочь. Теперь только нужно подумать о кристаллах, которые вы можете заработать. Практически туннель раскопали. Ой-ой-ой, молодцы, молодцы, молодцы. Сложность возникла с дверцей. Нет, все справляется, открывает, но уже, смотрите, уже пополз. Пока нога в ногу едут практически. И мой в туннеле, и мой в туннеле, смотри, идут вровень. Ну вот прям синхронно. Теперь все зависит от того, кто быстрее развяжет узел и в чем сосуде вода будет дополняться. Давай-давай-давай-давай. И это с пиру, я уже вижу, давай. Давай-давай-давай. Меткость должна сыграть там на руку. Я очень надеюсь, что ты мед, и я тебе верю. Смотри, у тебя какого-то уже есть вода. Нет, почему? Волшебники, наколдуйте нам воду. Вот, может быть, заломило. Возможно, да, заломился пожар на руках. Не идет вода, видимо, да. Вся проблема в этом. Все, все, есть вода. Понимать, ну уже. В то время, когда «Кристалл» уже у другой команды. Да. Давай, потихонечку. Сапфира вообще особо не торопится, потому что мать-то у нас польская. Сбираться на нее не так уже просто. А вдруг сейчас «Юна» возьмет «Кристалл» и обгонит? И ты думаешь, произойдет какое-то чудо? То есть ты думаешь, если команда «Волшебники» это как-то поможет. Хотя, на самом деле, не исключено. Марго, давай! Здесь 100% наша победа. Я в этом уже уверена. Я уже даже не переживаю. «Волшебник» достаточно медленно на матч, то есть еще у «Юны» есть шанс. Хотя у нее была травма, и она уже на матчах. Есть, очень много шансов, что это такое! Давай, давай, все может измениться в последний момент. Все может измениться. А как так-то? Я себя убью. Давай, давай, «Юна». Я напоминаю, у нее травма колена. Ты смотри, когда она не сдается. Эй, давай, 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 сапфиру, ускорься. Вот это шоу. Давай, давай, Марго, давай, давай! Сапфира, давай! Уже смотри, и твой «Ракс» уже заволновался даже. Давай, 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 Марго. Ой, смотри, как Сапфире это дается тяжело. Очень тяжело. Это непросто, конечно. Она прям сдается, не может, не может, не может. Это видно, и у «Юны» что-то не получается. Карабкаются, девочки, карабкаются. Хотя, смотрите, ну есть сейчас возможность вырваться вперед. Есть. Ниже руки, ниже руки, держи! Я так переживаю, мне кажется, Девочки, давайте! Давай, выше! Отталкивайся! Я не понимаю, почему? Какая игра. Все, остановились, отдыхают. Почему, почему? Давай, 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 потерпи. Давай, давай, давай! С кристаллами в руках пытаются дойти до конца. Ну чуть-чуть осталось, ну доползи! Может быть, они договорятся на ничью? На какую ничью? Ты что? Ой-ой-ой-ой, свалилась! Дети! Хорошо, что он пьянкий мат под мачтой. Кристалл убеги! Марго, убеги к Кристаллу! Сапфира, да как же так? Слушай, это, думаю, очень тяжело. Юна пустила руки. Давай, давай, давай! Держится! Очень тяжело. Руки забились, наверное. Ух, но если найдет она сейчас себе силы и дойдет до конца, то, конечно, победа будет наша. Сапфира, наверное, будет заново пытаться. Конечно, у нее нет других вариантов. Залезть на мачту. Да сядь ты на него уже. Ой, снова падает твоя. Все, все, все. Мне кажется, она не сможет. Я представляю, как это зло. Я это представляю. Руки, ноги, все забилось. Кто мне снимешь? Слушай, Юна вот прям из последних сил пытается, пытается, пытается. У нее третья попытка. Я не знаю. Юна, давай! Все, все, повисло. Собери силами и давай, чуть-чуть осталось. Марго, руками упрись. Давай, давай, давай. Марго, три точки должно быть. Три точки опоры. Немножко осталось, ну чуть-чуть, потерпи. Давай, немножечко. Давай, давай, давай. Ну вот действительно осталось чуть-чуть. Еле, 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 но до конца. На указательный палец повесила кристалл сейчас. Ну что, по-моему, с мачты покончено. Ну для твоей команды уж точно да. Да, все, теперь остается. Сейчас нужно спуститься. А третий раз Афира упала с мачты. Тихо, тихо, держись. А если ты устал, то не сожги руки, не сожги руки, пожалуйста. Я на полку с травмированным коленом. Это грамма, грамма. Это победа, это наша победа. Радуются обе команды. Ты посмотри. А как она улыбается. Посмотри, посмотри. Это испытание нужно заносить в рекордную книгу нашего шоу. Столько объятий, вообще столько радости у обеих команд. А это фантастическая четверка. Посмотри на парней. Ой, как они рады-то, а, за девочек. Решили аж остудиться. Посмотри, так переживали. Все, все, можно выдыхать. Вы все молодцы. Мы вами гордимся. Браво! Просто волочина. До последнего шла. Я думала, мы влипли. Я вам отвечаю. Марго, чуть уже дальше середина. Я жму. Она падает. Я просто, я уже села вот так вот тут кисаю. Потом думаю, надо потихоньку ползти. Да ладно, не бежуя. Че, молодцы, молодцы. Ну чуть-чуть. А че ты легла на него? Ты кролем пошла, а надо было брасом. Надеюсь, надо было сесть, как на коне. Ну ты плашмя же упала, как бы. Я на спину просто упала, у меня же дыхание на секунду. Да нормально, главное не надо. Не хватило, я лежу, ты как-то жива. Не, на спину нормально, безопасно. Все большие молодцы, давайте. Раз, два, три, четыре, пять. Да! У меня закончились силы, я остановилась немного отдохнуть, и соскользила, перевернулась, полетела. Присеблялась на спину, на пару секунд перехватила дыхание, потом устала и попала в очередь. Решила биться до конца, поэтому пыталась и пыталась. И опускать же руки. Ирина не менее героична, чем я. Она после травмы, поэтому мы две героини. У моей соперницы начинает идти быстрее вода. У нее набирается быстрее колба с кристаллом. Меня резко охватила паника, я очень сильно испугалась. Я думала, что на этом, правда, этап закончен, но я вижу, что у моих ребят все получилось, набирается быстро вода. Я забираю этот кристалл, и быстро-быстро начала ее лезть. Мы сравнялись с моей соперницей. Видимо, у меня сил было чуть больше, она сорвалась. Ее сила духа очень сильная. Она смогла встать и попробовать еще раз этот этап пройти. С каждым моим рывком, чтобы подняться выше столба, я чувствовала дикую усталость. Я понимала, что мои силы на последнем исходе, и то, что вот-вот, и я могу сорваться, как моя соперница. Но я успела залезть первая. Закрепила кристалл, слезла, и взяла этот последний наш кристалл. Он у меня, и он с моей командой теперь. В этом испытании драконы не смогли выбраться из пекла родной стихии. Волшебники усмирили огонь и забрали два кристалла. Я так понимаю, что мы знаем, благодаря кому здесь происходит невероятное шоу. Спасибо. Дайте ее на руки поднимем, ребята. Героиня, аккуратно травма колена. И подкинем. Давайте. Раз, два, три. Нам бы у них, честно говоря, чуточку волшебства бы отнажить. Да, самое малое. Вот совсем чуть-чуть. Но я знаю, что там, где драконы, там и сокровища. Поэтому давайте организуем этот кристалл для нашей команды. Ну, необходимо. Давайте, поехали, драконы, вперед, да? В самом начале мы говорили, что вы разгромите эту арену. Но вы ее просто взорвали. Это вау, ребята. Это правда, вау. Я согласна. Да-да-да. Это новая версия русской сказки про волшебников и про драконов. Да, такого шоу эта арена еще точно никогда не видела. Прямо сейчас мы приближаемся к финальному испытанию. Башня. Кто же из вас пройдет на третий уровень игры? Какая команда окажется сильнее? Не будем забегать вперед и делать ставки. В нашей игре действительно возможно все, что угодно. Команды, вы готовы? Да! Юста, ждем активацию. Чем ближе развязка, тем серьезнее игра. Кто удержится в Матрице Героев? Объявляю финальное испытание. Башня. Это решающее испытание. Избранные участники стартуют с разной высоты. Забраться по вертикальной стене с потайными зацепами к стеклянному тоннелю и, используя всю свою силу, подняться на вершину башни. Самый выносливый и быстрый заберет главный кристалл, а с ним и победу у соперника. Главную борьбу драконы начнут, поднявшись на одну ступень. Волшебники с высоты четырех. Кто в итоге окажется на вершине? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, мы одна большая команда сегодня? Да, это вообще впервые, наверное, в истории у нас такое происходит, когда мы все дружно болеем просто за наших прекрасных игроков. Да, все за всех болеют. Один за всех, а все за одного. Вот такая у нас сегодня сказка волшебная происходит. Тогда пожелаем удачи нашим ребятам. Покажите суперкласс. Парни, удачи! У-у-у! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Последний, заключительный этап на сегодня побежит у нас Денис. Психологически устойчивый. Здесь большая нагрузка. Поэтому он попытается забраться на башню и принести нам победу. У нас очень сильная мотивация. Я переживаю за обе команды. Ну, пусть победит сильнейший. Тише, тише, Марго. А то мне ребра сломаешь. Прости, пожалуйста. А я от страха тебе плечо сломаю. Ну, поехали, ребята. Ну, давайте, парни! Давай, Костя! Давай, давай, давай! Я профессионал здесь, ну! Давай! Ну, выше, выше, выше! Аккуратно! Поддержим, 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 поддержим! Ну, парни! Давай, Костя! Давай, Костя! Давай, Костя! Давай, Костя! Ну, выше, 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 давай! Давай, 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 давай! Здесь, давай! Разворачивайтесь! 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 Давай! Отлично! Отталкивайся! Отталкивайся! Еще! Сравнялись! Выше! Давай! 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 Давай, давай! Давай, давай, последний! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Выход, выход! Давай! Офигеть! Вот это да! Кирилл, второй дед, я спою! Это очень молоденький. Это шоу! Горбойник, молодцы! Молодцы, ребята! Молодцы! Они вычудили, молодцы! Вот, вот движение. Ура! Ура! На старте вроде был, уже смирился с тем, что мы будем вторыми. Поворот событий произошел вообще стремительно. В какой-то момент Денис догнал, шли ноздря в ноздрю в этом коридоре. И потом он просто делает какой-то невероятный бросок. Буквально сотая секунда разделила. В это вообще даже в начале не поверилось, что как будто это все произошло. Они сами не верят. Все эмоции даже нельзя описать, которые испытывал я, и которые испытывала команда. У меня не хватает слов, чтобы описать то, что я сейчас чувствую, о чем думаю. Честно сказать, я уже очень слабо надеялся на то, что у меня получится. Когда я взбирался по башне, я ни о чем не думал, только о том, как бы мне дались до верха. Мы шли вровень. На самом верху я даже не понял, что произошло. Мы вместе одновременно залезли, и оставалось только растянуть руку. Я ощущаю себя очень сильным героем. Я смог это сделать, хватило сил, уверенности. Главное было просто поверить в себе. Мы готовы к финалу. В каждом есть сила, о которой он не знает пока что. На третий уровень игры переходит команда «Драконы». За главный приз и титул героев она сразится с командой «Тайфун». Давай, давай! Ну давай, 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 давай! Быстрее уже, понемедлее! Мы даже много бегут! Давай, давай, давай! Герой, герой, посмотрите ему в глаза, посмотрите ему в глаза! Круто! Победитель Олимпийский! АПЛОДИСМЕНТЫ У меня в руках ваш пропуск! Финал! Держи! Мои драконы! АПЛОДИСМЕНТЫ Драконы любят драгоценности! Да, да, да! АПЛОДИСМЕНТЫ За невероятно волшебной игрой мы наблюдали сегодня. Эта игра абсолютно точно войдет в историю нашего шоу. Две команды, ставшие одной. Драконы сегодня, конечно, показали, что они не боятся ничего и готовы биться до последнего, для того, чтобы, конечно же, пройти пинал нашей игры. Не пропустите главное сражение сезона, битва за титул героев и главный приз от президентского спортивного клуба. Это игра героев, и она продолжается! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Герои, они уже рядом с тобою. И только вперед героям. Удача, награда, герои. Победа зовет. АПЛОДИСМЕНТЫ НОБЫЙ ДЕНЬ ВПЕРЕДИ СМЕЛО К НЕМУ ИДИ И ДЕЛАЙ ПЕРВЫЙ ШАГ БЕС СОМНЕНИЙ Это наш звездный час. Время выбрало нас. Не упусти его. Наше время. АПЛОДИСМЕНТЫ Герои, они уже рядом с тобою. И только вперед героям. Удача, награда героям. АПЛОДИСМЕНТЫ Герои, они уже рядом с тобою. И только вперед героям. Удача, награда, герои Победа зовёт Герои, они уже рядом с тобою И только вперёд героям Удача, награда, герои Победа зовёт Герои, они уже рядом с тобою Несмотря на долгий путь, исход игры может решиться быстро Смогут ли избранные стать героями? Добро пожаловать в мир, где всё реально